Сегодня завершается прием предложений по конституционной реформе. Месяц назад президент страны выступил с заявлением о необходимости перераспределения полномочий между ветвями власти. В частности, речь идет о делегировании почти 40 полномочий правительству и парламенту. Активно обсуждают инициативу главы государства и в регионах. И сейчас с нами на прямой связи находится мой Атрауский коллега Талгат Утигулов. Талгат, здравствуйте. Скажите, какие возможные изменения отмечают для себя эксперты? Здравствуйте, Алмаз. Хотелось бы отметить, что инициативу президента о проведении в стране конституционной реформы, а именно делегировании почти 40 полномочий главы государства, в регионе обсуждают весьма активно. Эксперты говорят об усилении роли парламента и правительства. Помимо чисто политической стороны вопроса, многие говорят об ожидаемом экономическом эффекте. О том, как это может выглядеть на деле, мы поговорим с моим собеседником, ректором Атраусского университета нефти и газа Али Абишевым. Али Ажимович, какие изменения могут ожидать нашу страну в случае принятия данных поправок и проведения реформы? В случае принятия данных поправок и изменений мы можем поднять на более новый качественный уровень процесс реализации реформ в стране. Во-вторых, это позволит углубить демократические процессы в нашем обществе. И в-третьих, я хотел бы особо отметить повышение роли, оперативности и ответственности государственных органов. А вы как представитель сферы образования, у вас есть какие-то определенные ожидания? Да, они есть. Это связано с большими ожиданиями по усилению автономии высших учебных заведений, мобильности их деятельности. Во-вторых, это позволит повысить роль наблюдательных советов, советов директоров и попечистских советов деятельности высших учебных заведений. И в-третьих, я хотел бы особо отметить, что это даст толчок к активизации образовательной и научной деятельности. В качестве примера можно сказать о усилении роли отраслевых министерств в деятельности ВНТК. Спасибо. Я напомню, мы разговаривали с ректором Атарасского университета нефти и газа. Хотелось бы отметить, что президент уже заявлял о том, что вопрос перераспределения полномочий между ветвями власти является последовательным и закономерным этапом развития страны. Кроме того, это позволит повысить ответственность государственных органов за проводимые реформы и их реализацию на местах. Ну а что касается нас, мы будем и дальше следить за обсуждением этого вопроса в регионе. На этом у меня все. Алмаз. Спасибо. Из-за травы на прямой связи с нами. Талгат Утигулов.